Татьяна Тарасова рассказала о сложной судьбе Загитовой и Медведевой. Прыгать четверные им просто опасно. Она же подняла, пожалуй, самый острый и болезненный вопрос для российского фигурного катания. Как бы тем, кто еще вчера приносил стране медали, но сегодня не может конкурировать с юными соперницами из-за отставания в технике. Медведева и Загитова еще молоды и хотят кататься. Миллионы поклонников мечтают видеть их на крупнейших соревнованиях. Но есть единственное препятствие – спортивный принцип. Сложился стереотип, что новое поколение фигуристок побеждает только за счет превосходства в технике, а именно благодаря тройному акселю и четверным прыжкам. Из-за этого многим кажется, что о линии же недостаточно овладеть этими элементами, и они снова будут побеждать. На деле же даже четверные ничего не гарантируют. Для сформировавшейся взрослой фигуристки изучение прыжка в четыре оборота сродни подвигу, в то время как Трусова и Щербакова воспринимают эти элементы совершенно буднично. Не говоря уже о более юных спортсменках. В фигурном катании уже есть позитивный пример того, что четверной реально прыгать и в 18 лет. Именно четверной сольхов помог Елизабет Турксенбаевой завоевать серебро прошлогоднего чемпионата мира. Однако этот сезон миниатюрная фигуристка из Казахстана пропускает из-за травмы, а шансов опередить Косторную, Щербакову и Трусову у нее крайне мало даже с четверным. Возможен вариант, при котором Загитова или Медведева выучат четверные в первую очередь для того, чтобы доказать что-то себе и окружающим. Но для этого необходима мощнейшая мотивация, ведь травма может поставить крест не только на спортивной карьере, но и на участие в прибыльных шоу. О большом риске, сопряженном с четверными прыжками, говорит и Тарасова. Эти девочки взрослеют, начинают долго быть на наших глазах, мы начинаем их любить, а у них начинает проявляться сложная судьба. Как у Жени Медведевой, у Алины Загитовой. Мы видим, какие у них энергетические затраты, как они бьются. Что им делать? Четверные учить. Можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что может это все печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить, считает тренер. Куда более реальная возможность для фигуристок дольше радовать болельщиков заключается в ужесточении возрастного ценза. Среди спортсменок старше 18 и Медведева, и Елизавета Туктамышева имели бы все шансы на медали чемпионата мира, а в следующем сезоне в эту категорию перейдет и Загитова. В таком случае осваивать четверные прыжки будет не обязательно, а даже один элемент ультра-сей станет заявкой на победу. Загитова и Медведева снова, как и в 2018-м, поведут борьбу за золотую Олимпиаду, но при этом все будут понимать, что самые сильные фигуристки планеты выступают по юниорам. В конце концов для того, чтобы увидеть своего кумира на льду, есть многочисленные шоу. А на чемпионатах мира и Олимпиадах должны выступать сильнейшие. Продолжение следует...